Божественное установление, пост. В жизни каждого христианина является одной из добродетелей. Мы знать должны, братья и сестры, что Господь в первозданной чете, еще в раю утвердил, ввел в заповедь, от всякого плода вкушайте, а от древа познания добра и зла воздержитесь, попаститесь. И вот мы знаем еще один момент из Евангелия Святаго, что род дьявольский, та бесовская сила и все то, окружающее нас, к сожалению, что подвергает и ведет ко греху, также со слов Спасителя изгоняется ничем, как молитвою и постом. Два крыла, которые мы призваны, начав поститься в период рождественского поста, должны окрилять душу каждого верующего человека, видя перед собой немеркнущий свет звезды Вифлеемской. Без поста мы не почувствуем радость пришествия в мир Господа Спасителя Иисуса Христа, который нас ради человек и нашего ради спасения вочеловечился. «И Слово стало плотью и обитало с нами». «Великое благочестие тайно», — восклицает апостол, — «Бог явился во плоти». Так вот, более остро осознать это, утвердиться в вере, укрепить свой внутренний стержень, найти опору жизненную, которая в нашем обществе, как мы видим, так необходим для жизни каждого. Мы видим, как общество больное теряет ориентиры жизненные. Так вот, утверждение внутреннее, что мы называем верой святая, осознание, что Бог наш Господь, который пришел спасти, воссоединить падшее человеческое естество. И утвержден со времен апостольских этот нестрогий шестинедельный рождественский пост. Я призываю всех слышащих меня прислушаться к этому установлению церковному в меру своей возможности ограничить себя от мясной, молочной пищи, если он не больной. Больной? Пожалуйста, подойдите к священнику, пусть послабление сделает, но поститесь иначе. Сделаем больше добрых дел, чаще обычного откроем Святую Библию, потрудимся к тому, чтобы в Храм Божий прийти. И уж, конечно, вершина поста – это святая исповедь и святое причастие. Пусть сила Божия, благодать и свет, несущийся от Вифлеемской звезды, озарит каждого из нас, чтобы мы в меру своей возможности, попастившись, радостно могли воспеть вместе с ангелами ту песть слава Вышних Богу и мир в человецах и благоволение Божие. Пусть на каждого пребывает спасительная сила Божия.